Всем привет! С вами Алексей Шредер и это Клуб Комета, город Москва. Сегодня продолжаю божественные упражнения на одну из мышечных групп. Все основные мышечные группы уже были, но шеи еще не было. Меня часто спрашивают, как я качал свою шею. Даже после того, как я ролик выпускал о том, что шею я не качаю, и в общем-то считаю, что и не надо ее отдельно качать, если вы, конечно, не борец. Но все равно с тех пор продолжают задавать вопросы. Я считаю, что если ты тренируешь базу хорошую, такую, как становые тяги, тяги штанги в наклоне, трапеции может качать шрагами, даже в жиме лежа, и то затылок очень сильно упирается в скамью и так далее, от базы шея нормальная растет. Но не нужно забывать все-таки, что если мы делаем акцент дополнительный на такой мышечной группе, как предплечье, икроножные, мышцы шеи, вот такие отдельные от общего массива мышечная группа небольшая, то они явно станут больше. Да, я уверен, если бы я шею отдельно тренировал, то она бы у меня была бы еще больше. Но это, как по мне, было бы неэстетично. Ну и в этой связи, особенно для тех, кто хотел бы свою шею поднакачать, я рекомендую мое божественное упражнение, которое я сам не выполняю, но я пробую разные варианты из интереса. И я вот рекомендую следующее упражнение. Оно, во-первых, очень эффективное, на мой взгляд, по ощущениям. Во-вторых, очень доступное. И в-третьих, ну, наверное, удобное. То есть оно физиологичное, когда движение идет вперед. То есть когда пытаются качать как-то вот так, подвешивая груз на голову, боковыми движениями, это не физиологично. Когда вот так я покажу, ну, так себе. Но вот самое крутое, друзья, это вот следующее. На мой взгляд. Ложитесь. Укладывайтесь на скамью или пол. Берете полотенечко для смягчения. Кладете полотенце вот так на лоб, ложитесь. И ставите гирю небольшую. Не надо ставить большую. Все должно быть качественно и не сломать себе шею. Гирю либо гантель на голову, на лоб. Вот прямо вот сюда. Почему не диск от штанги? Потому что диск от штанги слишком широкий. Вы его держите в руках. И одним там своим каким-то участком он касается вашего лба. А так весь вес гири у вас стоит прямо в нужной точке вот здесь. И оказывает давление, которое вы должны будете превозмогать мышцами вашей шеи. Вот полотенечко. Затылок немного свисает, чтобы была немножко отрицательная амплитуда. Ставите вот сюда на лоб. Чуть-чуть придерживайте. И достаточно медленно, аккуратно. Гирю вы руками не держите. Только придерживайте, чтобы она не упала. И вот такие движения выполняете в полную амплитуду. В полную амплитуду. Выдох вверх. Вдох. Выдох вверх. И таких повторений нужно выполнять, я бы сказал, в районе не менее 12 повторений. 12-15. Медленных, качественных. Меньше не надо, потому что все-таки шея, это травмоопасно. А больше не надо, потому что это будет недостаточная нагрузка. В общем, вот такое, друзья, упражнение. Оно суперское, оно очень, как по мне, эффективное. Прямо как шея напрягается. Если пару подходов даже сделать, то шея прям в зеркало смотришь. Она вот напампливается, как все остальное, все остальные части тела, если их тренируешь. Сколько нужно выполнять шею, кстати, можно тренировать каждую тренировку. Там три подхода с перерывами между подходами по 2,5 минуты. Для шеи больше не надо. 12-15 повторений в каждом подходе. До отказа не делать, но должно быть тяжело. Легко не должно быть, а тяжело должно быть, но не до отказа, потому что это шея. И покажу еще одно упражнение, которое не божественное, но просто для разнообразия на тыльную сторону шеи. Почему не божественное? Оно не такое комфортное, оно не такое физиологичное, ну и, наверное, не такое эффективное. И не такое уж необходимое, поскольку мне кажется, что вот тыльная сторона шеи очень мощно при становых тягах тренируется. Но я вам все равно это движение покажу. Видите? Вот такую резину взял. В каждом зале есть такая резина широкая. Конечно, лучше, когда есть специальный хомуток на голову надевается. Ну, здесь и почти нигде такого хомутка нет. Поэтому резина. Продеваю гантель на верх головы. Я накинул резину. И потом, медленно придерживая резину, я приподнимаю голову вверх. Вот так. Исключительно движением шеи. Если медленно акцентированно выполнять, тоже по 12-15 повторений, то нагрузка на тыльную сторону, вот здесь, где прикрепляется к шее трапеция, такая, достаточно хорошая. Итак, это было мое божественное упражнение на скамье. Второе, вспомогательное на шею. И я скажу еще следующее, что да, эффективное, наверное, мне кажется, очень упражнение, это борцовские мостики. Но я не могу назвать борцовский мостик божественным, потому что оно травмоопасно, требует специальной техники. И только когда вы ходите на борьбу, вы так прокачиваете с тренером шею. Самим лучше так не делать, то еще шею себе свернете. Вот в таких движениях вы вряд ли себе навредите, если будете все делать качественно, правильно, и не брать чрезмерную нагрузку в виде, там, большой гири. Друзья, это было мое божественное упражнение на шею. Качайте шею, чтобы была как у быка. Напомню, если вы затрудняетесь составить свою личную базовую программу тренировок, вы можете обратиться за той программой, по которой тренируюсь лично я. Либо за той программой, которую я составил для своих двух братьев, старшего и младшего. И они по ней занимаются. Это программа платная, и можете обратиться в ВКонтакте на моей странице, либо в Инстаграм-директ. Все, всем пока. Надеюсь, упражнение на шею для вас было полезным.